Здравствуйте, дорогие мои зрители. Добро пожаловать на мой канал. И мы с вами продолжаем наш Big Mama Challenge по Sims 4. В данное время Доминик у нас флиртует с Аникой, потому что в прошлой серии у них началось свидание. И в этой серии это свидание надо будет нам закончить. Я вообще не люблю эти задания, но мы попробуем их выполнять, конечно же. Перапредунг массирен. У нас помассировать тут есть такое задание. Давайте... А где оно? Наверное, в дружеских. Ну, давайте... А, вот, я увидела. Массажи. Она приняла наш подарок. Круто. Спасибо, Аника. Ты очень хорошая и добрая девочка. Мы тебя очень любим. Если Леночка переедет, то, конечно же, Аника примется к нам в семью. Да, так и сделается. Примится. Примется. Давайте вернемся домой, посмотрим, что там происходит. Наши ребятки тут занимаются своими делами. Леночка пишет, конечно же, книжку. Бигмама у нас пошла общаться с Себастьяном. Обнять его. Кстати, Себастьян у нас, знаете, он у нас обжорка и должен вообще, по идее, много есть. Но смотрите, как он похудел по сравнению с первыми сериями. Это вообще, это другой мальчик, это не Себастьян. Я думала, у нас семья будет такая разношерстная, разная, всякая. И Себастьян будет одним из необычных тоже членов нашей семьи, что он будет немножечко пухленьким, думала я. Но как-то получается, что все они как на подбор. Стройные, да красивые. Кстати, Доминику нужно... Он там уснул на скамейке, прикиньте. Доминику нужно потанцевать с Аникой по заданию. Митферапрейдум танцен. Унт хаупт цель, это главная цель. Митферапрейдум контакт кнюпфен. Пообщаться с партнером. Мануэль у нас играет в игрушки, так как ему не хватало шпас. Вот шпас он тут у нас повысил. Теперь он может... Ну давай, не будем доигрывать этот симс. Пусть он пишет у нас шутки. Потому что... Он уже один уровень достиг. Круто. Что, не хочешь? Кушать хочешь? Что у нас тут воняет-то? Боже мой, давай aufheummen. Выпросим это убожество. Давай, тебе нужно будет тогда что-нибудь приготовить себе. Приготовь себе тогда гарденсалат. Салатик. Розалинда у нас грязненькая. До ужаса вообще. А кстати, у нас же пирог остался, еще чизкейк так называемый. Ну ничего, ладно. Гарденсалат его готовят не на плите. Поэтому с Мануэлем ничего не случится. Он у нас не устроит пожар и не сгорит. И ничего с ним не будет. А Себастьян, смотрите, реально похудел. Надо же. Кстати, Аника здесь. А Доминик плетется. Только плетется. Только дошел. Давайте пусть он танцует. Танцин. Бедненького Доминика и заставляет танцевать. Хотя он так устал. Ужас. Ух ты, один уровень. Одно действие нам засчиталось. Почему я говорю уровень, не знаю. Давай, пригласим Анику танцевать. И тогда у нас свидание закончится вроде бы на золото. Нет. Ну все, Доминик вырубился у нас. Леночка, кстати, дописывает свою книжку. Что-то я не понимаю. Да, вроде бы дописывает. Потому что в прошлый раз, когда я выходила из игры, из дома. Не из игры, а из дома. С этой загрузкой какой-то. Куда-то мы ездили путешествовать. И когда мы вернулись, и я Леночке дала задание писать книжку, она начала писать ее с самого начала. Это было... Это было очень даже... Не очень. Хорошо. Так. Фронли. Так, подождите. А почему опять не засчиталось нам танцевать с Аникой? Очень жаль. Калипса у нас... Голодненькая, наверное, или что? Да, она голодненькая. Штюк. А не штук не имею. Давай. Она пыталась тут ману или что-то сказать, и ей не дала. Да. Кстати, у... У нашей Калипсу в классе появилась... То есть не в классе, а в школе появилась новая ученица. Так, Францфиадина, тебе заняться нечем? Давай раскопаем камушки тогда. Вон там. У Калипсу появилась новая ученица. Ну, ничего. На золото ничего страшного. Доминик, давай поцелуй на прощание Анику. Подожди, поцелуй. Ну, куда ты уходишь? А, мне бы это найти. Поцелуй. Давайте найдем. Быстренько. Где же он этот поцелуй-то? Ой-ой-ой. Давай, Кнутли лучше с ней пообнимаемся. Так, при всех там... У нас тут детей нет рядом. Ну, дети вроде бы в доме. У меня прочитал стихи любовные, да? Шекспир наш. Будущий. Он ее поцеловал. Говорит, Аника, пока я пошел спать, я очень устал вообще. Я со школы... Ой, он в школе же не был сегодня. Забыла совсем. Говорит, я устал, я пошел спать, дорогая. Ладно, прости, пожалуйста. Мы с тобой еще встретимся. Ой, Аника такая романтичная. Говорит, да, конечно. Мне не против. И Мануэль тут будет... Схвалиться. Я Леночке дала задание писать еще одну детскую книжечку. И тут я назвала ее «Лягушки-подружки». Пусть будет такое прикольненькое название. Кстати, Бигмаму. Про Мигмаму я забыла совсем. Она должна у нас тоже... Чем-то... А, нет, не надо ей ничего. У нее все отлично. Пусть она уберет тогда со стола. Да, если она хочет. И Калипсу помоги тогда тоже Бигмаме. Убрать со стола. Доминик. Ой, Мануэль. Видите, я поменяла им прическу и опять начинаю их путать. Давай, с охватывающей историей мы рассказываем. Если она успеет. Если он не уйдет куда-нибудь подальше. Ну, Калипсу у нас, конечно, очень красивая девушка. Вообще, я ее так обожаю, честно. Она такая классненькая вообще. Я ей, кстати, поменяла причесочку опять. Потому что прошлая прическа мне не очень понравилась. О, ух ты. У нас Аника собиралась помыть. Аника, извини. Я тут как-то проворонила тебя, извини. Ты хотела нам помочь. И Калипсу отправится, кстати, к своей подружке в гости. Не знаю, сейчас 11 вечера. Стоит ли сейчас отправиться или как. Но они как бы считаются подростками. Поэтому они завтра опять в школу уйдут. И когда она придется в школу, может, у нас появятся еще какие-то задания. Мне нужно будет делать. Поэтому я даже не знаю, отправится ли ей. Сейчас в гости к новой подружке или как. Она рассказывает тут Мануэлю какую-то историю, которая с ней в школе произошла. Говорит, взрыв у нас был в химическом кабинете. Ты знаешь, говорит, все взорвалось вообще. Все колбы, все пробирки. Я не знаю, что делать. И ты знаешь, я в туалет немножечко хочу. Он говорит, да, конечно, иди. Что ты здесь сидишь тогда, разговариваешь со мной? Я лягу спать. Что ты, говорит, давай шлаф. Ложись спать тогда. А Калипсу мы отправим в туалет. Мануэль, ложись. Себастьян у нас спит. Залег. Ну, детки у нас спят, конечно же. Это очень хорошо. Ух ты, наша Дхахан Лебель опустила свой огонь. Огненную струю. Пик-мама у нас в душе поет. Я так не хочу, чтобы она старела, ребят. Вот честно, вообще не хочу. Кстати, мы тут про наш садик-то забыли совсем. Ой-ой-ой, вы посмотрите, что с ним происходит. Сейчас нам надо дать задание, чтобы Гарденфлейген ей и Калипсу тоже Гарденфлейген. Гарденфлейген. Етен, прополоть. Унт, алис энтен, собрать урожай. И Биг-маме, если получится, то тоже собрать урожай. Чтобы они вместе все это сделали. Ага, Леночка у нас тут общается с Аникой. С будущей своей снохой. Или как это называется? Я тут не сильна в этих родственных связях всяких. Давайте посмотрим, дописала ли она книжку. Ага, Ной. Вышел зайчик погулять. У нее дописано, но лягушке-подружке у нее еще не дописана книжка. Аникой, ты что домой-то не идешь? А, ты же уже не подросток. Тебе можно до вечера оставаться где-нибудь в гостях. И мамочка твоя не поругает ничего. Тебя. Да. Леночка доедает свой чизкейк, который Биг-мама приготовила. Специально для ее взросления. Давайте посмотрим, что тут Калипсу занимаются с Биг-мамой. Да, они вообще тут супер надрываются. Чистят все. Убирают. Леночка, давай помоги тоже. Йетн. Прополим тоже вместе. И давайте я ускорю, чтобы они быстренько все пропололи. И все собрали урожай с этих всех деревьев. И чтобы время у нас быстренько прошло. Потому что... Лена, ты куда уселась? Подожди. Я думала, Лена сядет играть за этот инструмент. Кстати, вы заметили, что... Вы не могли заметить, я вам не показывала. Калипсу может играть теперь всякие песенки разные. Блюз она может играть. Ахт фус. Осьминог, что ли. Октопус какой-нибудь. Амплитуда. Им дихтен раух. В тяжелом дому, типа. И традиционно можно пять каких-то песенок она может играть. Кстати, Франц Вердинанд, я тут вижу издалека. Он там пошел у нас собирать камушки. И опять что-то домашнее задание тут лежит. Нам его не собрать, не убрать, не выбросить никак. Ну, совсем застряло вообще это домашнее задание здесь. А, ему же можно, он же ребенок. Хаус авгабен махн, но он опять оставит это здесь. И он у нас хочет спать и тоже играть в какие-нибудь игры. Себастье, Франц Вердинанд, давай вхочешь за уху, поищешь у нас лягушечек и пойдешь спать. Конечно же, я тебе разрешу. И смотрите, все наши улеглись спать. И тогда мы с вами встретимся утром, когда уже все проснутся. Доброе утро, ребят. Наши ранние пташки проснулись и едят чизкейк, приготовленный нашей доблестной Биг Мамой. А Биг Маме я дала еще готовить огуртовое парфе с фруктами, которые очень любят наши детки. Они просто обожают его, потому что Биг Мама готовит его так круто, как никто вообще в мире не готовит. Да. Леночка у нас досыпает. Кстати, за эту ночь они многое, что успели. Я им... Те, кто не спал, я им дала поухаживать за садом. Доминику, в частности. Я дала действие разрастись с трем растениям, потому что он у нас любит природу, и он будет наследовать, можно сказать, этот дом, этот участок и этот садик. Поэтому он должен ухаживать за садом. И еще я им дала задание пособирать урожай с вот этих вот растений, с нашего волшебного сада, который вырос по соседству, за которым ухаживает наш доблестный садовник, который, наверное, уже умер, кстати. Потому что мы его очень давно не видим. Но сад все равно растет, разрастается и процветает. Да, я думала, если я уберу, то она встанет с места. Но этого не случилось. Отлично. Нашу Калипсу, кстати, ей пора просыпаться. Подождите, а почему она уснула на скамеечке? Ну ты Калипсу даешь. Кстати, у нас 7 часов почти утра, среда. Поэтому Калипсу, просыпайся, давай, дорогая Калипсу. Властелин качели она сейчас будет читать. Да, конечно, неудобно на скамеечке-то спать. Дорогая Калипсу, кто тебя просил? Кстати, она думает о инопланетянине. Сейчас самое время встретиться с так называемой инопланетянкой. Я вам раскрыла немножечко секрет этой новой девочке, которая пришла. Так как у меня нет дополнения на работу, то они у меня не отображаются. И поэтому я скачала одну инопланетянку из галереи для прикола. И она у меня превратилась в обычную девочку. И они живут здесь. Калипсу у нас прибыла на место. Вот наша инопланетяночка, которую я скачала из галереи, и которая превратилась в обыкновенного человечка. Ой, романтик. Подождите. Какой романтик. У нас тут нормальные отношения, взаимоотношения. Никакие романтичные действия по отношению женщины к женщине, мужчины к мужчине мы делать ни в коем случае не будем, потому что это противоестественно. И я не приемлю такие отношения. Честно вам скажу. Калипсу у нас сейчас пообщается с этой девочкой поближе, потому что она сердцем чувствует, что это близкий ей по духу человек. Френдлих. И аутфит-цайгинг. Покажем свой наряд прикольный. Кстати, классный домик. Это чей? Я скачала дома. А, это Хенрика нашего дома. Крутой, крутяшный. Кстати, они живут тут по соседству. Да, что-то близко они живут. Прикольно. И, кстати, им нужно будет в школу, наверное, идти. Да, и Калипсу наша ушла в школу. Вот, и пока она идет, я скажу вам, что спасибо, что смотрели эту серию. Мы заканчиваем на этом. И в следующей серии мы будем смотреть дальнейшее развитие событий. Всего вам доброго, ребят, тогда и пока.